Путь тьмы. Как создавался мир Сайлент-Хилла? Маркер. Сайлент-Хилл. Истоки. Когда я впервые взяла в руки сценарий, меня хватило лишь на 10 страниц. Я была одна в квартире, и мне стало буквально не по себе от страха. Я читала сценарий, не отрываясь, как когда-то Алису в «Стране чудес». До конца я дочитала сценарий только неделю спустя, когда ярко светило солнце. Наверное, именно яркий солнечный свет заставил меня взглянуть на него по-другому и согласиться на съемки. Когда я впервые прочитала сценарий, я буквально влюбилась в него. Настолько он показался незрелищным, непростым, многоуровневым и потому интересным для работы. Очень интересным. Она же просто ребенок! Ребенок! Не делайте этого! Не делайте этого! Мне он показался очень страшным. Я поймал себя на мысль, кому вообще могла прийти в голову идея о таких существах. Впервые я познакомился с Silent Hill пять лет назад, когда мне в руки попала одноименная компьютерная игра. Помню, игра меня настолько увлекла, что я понял, что имеет дело с очень неординарным сюжетом. Настолько захватывающим и сложным, что он достоин стать основой настоящего кино. Снято! Идея о создании фильма ужасов из игры Silent Hill возникла еще во время работы над нашим вторым совместным фильмом «Братство волка». Все удивлялись, неужели можно кого-то напугать обычной игрушкой. Я отвечал, да, это самое страшное, что мне встречало и в жизни. И я с уверенностью могу сказать, что это одна из самых немногих стоящих игрушек. И мы смогли ее материализовать достойным образом. Но нам еще предстояло убедить японских создателей игры Konami, дать нам разрешение на экранизацию их игры. Конечный результат зависел только от умения Кристофа убеждать. Мотор! Они очень переживали за то, чтобы мы максимально сохранили сюжетную линию игры и оставили многоуровневость. Наша задача была быть как можно ближе к игре. Для этого мы пользовались впечатлениями фанатов этой игры, которые подсказывали нам, в какие моменты, на каких уровнях, и что именно произвело на них большее впечатление, что держало в наибольшем напряжении. Какие персонажи показались им наиболее эффектными. Это сюрреалистическое видение игры. Сама игра имеет своей целью изучение границ реальности, что, собственно говоря, имеет место в фильме. Игра Silent Hill – это эксперимент. Silent Hill – это нечто уникальное, существующее независимо. Он прекрасен и ужасен одновременно. Речь идет не только о страхе, но и об эмоциях в целом. Это одна из немногих игр, которая заставила меня кричать. Прекратите, вы же ее сожжете. Она сама виновата. Мне еще не приходилось экранизировать игру, и я понял, что это совершенно ни на что не похоже. Когда адаптируешь игру, приходится добавлять что-то, что можно пережить в реальности. Ты словно пытаешься рассказать зрителям о том, что пережил сам, словно все это произошло в реальности. В фильмах такого типа важна не история, которая проходит фоном, а эффекты, которые оживляют сюжет, делают его более реалистичным. Роуз! Когда Кристоф и Сэм решили экранизировать Салент-Хилл, они сразу же позвонили мне и сказали, «Приезжай, есть идея». Когда я приехал, они рассказали мне свои планы и поставили передо мной задачу написать сценарий к фильму. Все это не так-то просто. Когда собираешься что-то экранизировать, тем более игру, нужно быть готовым разобрать все по частям, а потом собрать все по-новому. Единственное, что остается от исходного материала, основная идея, концепция, которой причинены все твои действия. Помогите, прошу вас. Каждый раз, когда мы проходили уровни этой игры дома в темноте, мы снова и снова испытывали определенные чувства. Именно с точки зрения этих чувств мы старались подойти к написанию сценария. Кроме того, мы старались создать логическую склейку между различными уровнями, чтобы человек, не знакомый с игрой, мог без труда понять, что происходит на экране. Мы решили совместить некие реалии из игры Silent Hill с некими существами, придуманными и созданными нами самими. Кристоф, с одной стороны, придерживался как можно ближе к источнику. А я же видел свою основную задачу сохранить дух игры. Мы писали сценарий буквально за игрой. Мы не просто прорабатывали сюжетные линии, но и следили за движением камеры в игре. Мы сохранили количество элементов из игры и постарались соединить их в новую композицию. Эта игра очень страшна из-за того, что все персонажи в ней чрезвычайно эмоциональны и очень пластичны. Персонажи в игре плоские. Собственно говоря, для игры этого достаточно, потому что там стояла задача передать несколько схематическое изображение. Когда мы перенесли их на бумагу, оказалось, что этого недостаточно, потому что актеры, то есть реальные люди, являются собой более объемные и сложные образы. Вот почему многих нам пришлось доработать. В частности, в образ далее мы добавили больше серого и черного. Когда перед тобой стоит задача вовлечь аудиторию в этот безумный, совершенно сумасшедший мир, приходится использовать очень простые темы. В частности, любовь женщины к ребенку. Шарон! 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 Кристофф подчиняет сюжет поискам дочери, которую ведет главная героиня. Основная идея фильма – поиск и решение, кто есть хорошая мать, а кто плохая. Мамочка! Все хорошо, детка. Все будет хорошо. Господи! Главный персонаж игры Саленхилл – мужчина по имени Гарри Мэйсон, который в игре был совершенно на своем месте. Но когда мы списали сценарий к фильму, поняли, что это должна быть женщина. По-моему, совершенно неважно, что именно надето на главном персонажа. Юбка или брюки. Главное – передать атмосферу фильма. И тогда мы решили сделать главной героиней Роуз. Наверное, некоторые фанаты игры будут слегка шокированы, услышав это, потому что это существенное отступление от игры. Но я и сам любитель этой игры, и меня это ничуть не смущает. Потому что игра – это игра, а фильм – это фильм. Снято. Сайлент Хилл. Подбор актеров. Самое замечательное в этом фильме – актерский состав. Здесь много свежих лиц, много хорошо знакомых актеров, которых вы сотни раз видели на экранах. Это любимые многими актеры. Бежим, быстрее, быстрее! При подборе актеров я старался обращать внимание на тех, которые работают в независимом кино. Потому что они приносят с собой свежую волну, нечто совершенно иное. Дебора, Кара Ангер, Рада Митчелл, Элис Криеги и, разумеется, Лори Холден. Эти актрисы никак не ассоциируются с фильмами ужасов. Оттого их появление в этой работе привлекло еще больше интерес. Дарек. На роль Роуз нам нужна была актриса с ранним им образом, однако полной решимости. Зритель должен был переживать за нее и в то же время восхищаться ее умением выйти счастью из различных сложных ситуаций. Мы потратили много времени и усилий, чтобы найти актрису на роли Роуз с нужной долей чувствительности в образе. Я искал кого-то утонченного и уязвимого. В Раду Митчелл невозможно не влюбиться. Вы не поняли? Темнота наступает! Есть в ней свежесть, энергия, радость жизни, которые нам были так необходимы для главной героини, которая поведет нас сквозь этот ужасный мир. Мне пришлось много побегать на площадке. Вы увидите в финальной версии фильма, что моя героиня стала сильнее. Я тоже играла в эту игру, после чего мое отношение к персонажу сильно изменилось. Это все равно, что провести репетиции перед съемками. Кристоф фокусирует свое внимание на женских персонажах. Есть что-то необычное в том, что главными персонажами фильма ужасов становятся женские, я бы даже сказала, экзотические. Кроме того, свою феминистическую идею Кристоф подчеркивает противопоставлением мужских персонажей, которые постоянно пребывают в реальности, женским, которым открылся этот необыкновенный мир фэнтези. Шэрон, нам повезло, что удалось заполучить себе Шона Бина, человека настолько же уникального, насколько и профессионального. Как только Кристоф обрисовал образ мужа главной героини, мы сразу поняли, что это должен быть Шон. Я остаюсь в мире реальности. Я ищу своих жену и дочь, которые в то время находятся где-то в ином измерении. Актера на роль Кристофера мы подобрали самым последним. И нам очень повезло, что Шон Бин согласился участвовать в нашем проекте. Он способен полностью вжиться в исполняемый образ. У него очень сильная личность, и я попытался вписать ее в рамки его персонажа, мужа, ищущего свою жену. Я считаю, Кристоферу тоже пришлось немало пережить за то время, пока он искал своих жену и дочь. Он постоянно находился между отчаянием и решимостью довести дело до конца. Положи руки на роль. На роль женщины-полицейского нам нужна была актриса, отважная, смелая и бесстрашная, которой, однако, все бы испытывали сочувствие, когда та жертвует собственной жизнью ради спасения Роуза и ее дочери. Пока это лучшая из сыгранных мною ролей. Она смелая, бесстрашная, и у нее доброе сердце. В Сибилле мне нравится ее таинственность. Это прекрасная, отзывчивая женщина, которую, однако, никто не понимает. Нет! Она моя! Моя! Нам повезло, что роль Далии исполнила потрясающая актриса, Дебора Кара Ангер. Мы долгое время мечтали поработать с Деборой. И когда он писал роль Далии, подразумевал, что ее сыграет Дебора. Когда Кристоф предложил поработать вместе, я сразу же согласилась. И только после этого прочитала сценарий. Наши профессиональные отношения с Кристофом длятся вот уже 10 лет. Она совершенно бесстрашная. С ней никогда не возникает проблем, если ее героиня должна выглядеть немного странной или доходить до крайностей, как часто бывает с красивыми актрисами. Я считаю везение проекта, над которыми можно поработать с Деборой. Мне еще не приходилось исполнять роли, похожие на Кассандру Далию. Далия оказалась гораздо сложнее, чем я предполагала. Это моя любимая роль. Я с радостью приходила по утрам на площадку. Я считаю, что очень многое к образу Далии добавила Дебора сама. Это ее видение и ощущение своего персонажа, поэтому она кажется такой реалистичной. Я посетила все странички, посвященные этой игре. Во многом на мое исполнение этой роли повлияли и фанаты игры. Хватить! Сожжем ее! Сожжем, как ведьму! Вряд ли можно найти человека, настолько непохожего на Кристабеллу, чем Элис Криги. Элис очень веселая, милая и необыкновенно щедрая. Она полна детского энтузиазма и фантазии. Она сумела передать это всем, кто оказывался рядом с ней. Когда я впервые почитала сценарий, мне он не понравился. Я не могла понять, что это. Фантастика, смешанная с триллером. Я даже не знала, что он основан на игре. Я не играю в компьютерные игры. У меня нет детей, а племянники живут в тысячах миль от меня. Но когда я перечитала еще раз, начала представлять себе эти образы. Надо сжечь девчонку! Элис смогла вдохнуть жизнь в игрушечный персонаж. Она превратила трехмерную картинку в Кристабеллу. Кристабелла – персонаж, который очень легко может оступиться и превратиться в карикатуру. И только актриса с мастерством Элис Криге смогла умело показать ее, применив собственную технику и приемы, не перешагнув этой границы. Я была очарована этим языком. И как раньше, в обличии невинности, он искушает нас. Речь Кристабелла нельзя произнести, не прочувствовав ее. Подбирая актеров, я постоянно думал о том, что мне не обойтись без девочки, которой придется сыграть сразу четыре роли. При этом одна из них будет по-настоящему отрицательной. Я не знал, как решить такую проблему. Найти такую девочку было половиной задачи. Но ведь надо было убедить ее сделать это. Впервые я увидела Кристофа в его кабинете. Тогда он сказал, что опасался не найти девочку, которая сможет сыграть трех таких совершенно непохожих друг на друга персонажей. Помню, как Джоделл в первый раз появилась в моем кабинете. Перед этим она бегала по офису, спрашивая, где режиссер. Где режиссер? Он просмотрел 15 часов с материалом, где я снималась, потратив на это весь уикенд. Я сказал, привет, Джоделл, как дела? Она ответила, нормально. Тогда я спросил, ты знаешь, что тебе придется сыграть три разных героини? Причем одна из них дьявол. На что она ответила, что хочет играть только дьявола? Он сказал, превосходно. Так меня взяли. Когда Джоделл исполняет роль темной Олесы, она полностью преображается. Это очень странно и жутковато. Я всего пару раз играла обычных девочек, таких как Шерон. Обычно мне достаются жутковатые роли, вроде темной Олесы. Однажды я даже играла злого клона. Меня поражало, как эта маленькая веселая девочка умудрялась настолько преобразиться после слова «мотор», превратившись в настоящее исчадие ада. Я ее не узнавала. Она потрясающе чувствует камеру. Уверен, у нее большое будущее в кино. Он оказывает сопротивление твоей руки. С каждым днем изменения в героинях становились заметнее. Они вырисовывались все ярче и ярче. Это женщины, которых буквально на куски разрывают собственные страхи и переживания. Все это создает некую атмосферу, в которой мы можем многим поделиться, между своими персонажами и друг другом. Каждый день перед нами ставили задачи. Мы делали все возможное, чтобы их решить. Мы выкладывались на площадки. Пропускали через сердце все, что делали. И несмотря на то, что весь фильм снят в мрачных, жутковатых тонах, он наполнен любовью. Любовью всех, кто участвовал в его создании. Снято. Помимо обычных чувств, фильм Кристофа вызывает чувство омерзения. Он постоянно подкрепляет это чувство с помощью различных образов и действий. Обычные действия фильма ужасов происходят в замкнутом пространстве, будь то дом или замок. В Сайлент-Хилл действия разворачиваются в целом городе. Нам пришлось построить целый город, опустевший, весь покрытый пеплом, изредка посещаемый жуткими существами, которых даже представить себе невозможно. Это настоящий подарок. Мы получили в качестве сцены целый город. Удивительно. Ведьма! Сайлент-Хилл. Среда обитания. Мне кажется, будет лучше развернуть. Вот так. Мы очень давно сотрудничаем с Кэрол Шпир и успели установить нужное взаимопонимание. Перед нами была задача создать брошенный много лет назад город. Краска облупилась, стены осыпались. Нам приходилось создавать одно и то же помещение в нескольких вариантах, потому что они появляются в фильме в разных видах. В фильме показаны четыре варианта Сайлент-Хилла. Первый – современный вид, второй – город, каким он был 30 лет назад. Сайлент-Хилл предстает перед нами и в тумане, и в темноте, когда город оказывается во власти ужасных существ из преисподней. Обстановка меняется каждые 60 секунд. Тебя постоянно окружает что-то новое. Для фильма было создано более сотни интерьеров. Для фильма ужасов это очень много. Задача перед нами стояла не из легких. Нам предстояло не просто подобрать декорации, но и подчеркнуть текстуру материала и передать время. Сказать по правде, я люблю такие фильмы, где есть над чем поработать. Тишина на площадке. Лучшее место для построения декораций для Сайлент-Хилл мы нашли в Брэндфорде. Она позвонила и сказала, что нашла городок неподалеку от Торонто. Так вот, там есть именно то, что мы ищем. Улица, на которой можно построить мир Сайлент-Хилл. Эту пустынную улочку с брошенными домами и магазинами готовили к реконструкции. Мы перекрасили строение, добавили некоторые детали, внесли некоторые изменения, чтобы в результате сложилось впечатление, что город покинули 30 лет назад. Потом мы установили специальные приборы, и вся улица погрузилась в туман. Все окрашено в серые тона, потому что вещи выцвели и покрылись пеплом. Все вещи разваливаются на части от старости. Кто-нибудь, помогите! Прошу вас! Мы специально создали участок горной дороги с фрагментом горы, чтобы съемки эпизодов в городе, где много тумана, не мешали снимать соответствующий эпизод в горах. Мы потратили 8 недель на построение фрагмента горы и участка асфальтированной дороги. Покинув улицу города, мы попадаем в мир, где царит полумрак и ржавчина. Упадок и разрушение коснулись всего, что находится в этом мире. Но чем дальше развивается сюжет, тем мрачнее становится атмосфера, вплоть до сцены в больнице, где ржавые стены покрыты пятнами крови. Это было ужасно. Словно находишься в доме для сумасшедших. Все покрыто кровью ржавчиной. Атмосфера была угнетающей. Мне особенно нравятся сцены в больнице, где все кажется настолько нереальным и непрочным, что больше похоже на самый страшный ночной кошмар. Больница была представлена несколькими декорациями. Для первой мы использовали второй этаж здания, где располагалась школа. Мы состарили стены и придали вид, словно помещение было брошено 30 лет назад. Сцена в лифте снималась отдельно. И сам лифт был построен отдельно. Это секция в подвале. Это основной коридор больницы, расположенный в подвале здания. Мы выстроили декорации так, что у нас получилось два разных помещения в пределах одной площади. Верни нам чистоту. Я считаю, что декорации самым прекрасным образом передают сам дух фильма. Чтобы создать помещение, где происходили встречи всего сообщества жителей города, нам пришлось использовать старую фабрику, на которой можно было найти достаточно места для построения декораций. Внешний вид этого помещения был выдержан в стиле старинных фотографий. Мы постарались выдержать все в едином духе. Очень простой дизайн с простыми прямыми линиями. Когда закончили снимать сцену собрания, мы вернулись сюда и разобрали пол. Нам пришлось провести много времени, разводя костры на площадке. Мы создавали последствия большого пожара. Это была самая грязная сцена во всем фильме. И все, кто оказывался на площадке в одежде белого цвета, неизменно оказывался черным. Моя любимая декорация – старая заброшенная школа, в которой мы снимали несколько сцен. На самом деле, это была школа для девочек. Построение декорации для сцен в школе оказалось не такой уж простой задачей, потому что реальное расположение классов в настоящей школе не очень сочеталось с нашей задумкой. Следовательно, пришлось кое-что перестроить, изменить. А некоторые эпизоды вообще снимались в других зданиях, а потом монтировались словно детская мозаика из разных частей. Для сцен в школе нам пришлось подготовить стены, соотносящиеся с тремя историческими фазами. Несмотря на то, что эти сцены снимали по порядку, начиная с прошлого, нам пришлось сразу приготовить все покрытия. Для сцены с прошлого мы выбрали обычные крашеные панели, где все цвета насыщенные, а поверхность гладкая. А вот для сцен в современности крашеные стены пришлось состарить. Помимо выделения фактуры, мы еще затемнили цвета. Мне сложно выделить какую-то одну любимую сцену, но мне определенно понравилось работать на декорации церкви. Когда я вошла туда в первый раз, я почувствовала некий душевный порыв. Эти детали и общая законченность композиции в сумме создают настолько специфичную атмосферу, что мне, как актрисе, было очень просто играть в этой декорации. Декорация церкви была одной из самых первых, над которой мы начали работать. У нас было много наглядного материала с фотографиями внешних и внутренних убранств различных церквей. Мы постарались выдержать внутреннее убранство в темных тонах. Основной материал, который использовался для ее построения, дерево. В целом, расположение и детали в нашей церкви типичны для большинства церквей, за исключением отсутствия икон, вместо которых стена украшает огромное панно с изображением страшного костра, на котором горит ведьма, чего в обычных церквях не встретишь, и некого подобия арены в центре для проведения собраний. На создание этой декорации ушло почти восемь недель. Панно создавал талантливый декоратор Джон Фрейзер и потратил на него почти три недели. Ему приходилось работать по ночам, днем мы создавали основные декорации, а вечером, когда мы заканчивали, начинал творить он. И каждое утро, возвращаясь на площадку, мы находили какую-то новую деталь в панно. Основой для него послужила фотография работников художественного отдела, одетых в костюмы. Если присмотритесь, то сможете узнать кое-кого из них. Что касается центральных фигур, мы постарались сделать их максимально похожими на предков, соответственно, Далии и Кристо Белла. Лестницы создавались по образу и подобию лестниц из старого немецкого фильма «Со сценами сжигания ведьм». Мы решили подвесить горняцкие робы к потолку после того, как посмотрели фотографии настоящей шахты и пристройки к ней, где горняки хранили свои робы, вот так же подвесив их к потолку. А маски складывали в специальные корзины под ними. Идея развесить их по стенам мне показалась очень интересной. Мотор! Потом мы перешли к созданию внешнего вида нашей церкви. Мы пересмотрели сотни фотографий. Перед нами стояла задача создать не строго христианскую церковь, а нечто не похожее на реальную церковь, что-то напоминающее масонский замок. Мы пытались найти подходящее место для церкви, но нам не удалось, поэтому пришлось заново создавать лестницу с одной стороны площадки, на самом верху, в которой был выстроен фасад церкви. Но это уже было за пределами закрытой площадки. Мне кажется, зрители удивятся. Их должны поразить декорации. По-моему, мы создали совершенно новый тип фильмов ужасов. Сайлент Хилл. Звезды и трюки. Согласно идее Кристофа, Роу совершенно обычная женщина, которая попадает в совершенно необычный мир, и, соответственно, ей приходится выполнять некоторые трюки, о чем, наверное, мечтает каждый актер. Мотор. Осторожно. Консультантом по трюкам был Стив Лусеску. Я всегда стараюсь работать только с ним, потому что, когда Стив на площадке, все пройдет ровно, гладко, и ни один из актеров не пострадает. Для фильма, который далек от дрелищного трюкового кино, в этом оказалась немалая работа для меня. Радди Митчелл и Лори Холден показали себя очень примерными и бесстрашными ученицами, готовыми в точности выполнять мои распоряжения, какими бы сложными они ни показались. По-моему, он проделал потрясающую работу, тренируя актеров правильно двигаться, стрелять, прыгать, и при этом оставаться целыми и невредимыми. А в юбке повторить сможешь? Они старались сделать каждый эпизод своей игры как можно натуральнее. Девушки проделали потрясающую работу, ведь помимо каких-то физических усилий, им приходилось еще и играть. Они феноменально хорошо справились со своей задачей. Я старалась во всем следовать его советам, чтобы выглядеть как можно естественно, особенно в сценах борьбы на протяжении всего фильма. Она внимательно следила за любым моим движением. Как работает нога, куда идет рука, как правильно повернуть голову. Ее интересовало все, до мельчайших деталей. Иногда Сибил оказывала сильнее меня, и я не могла сдержать ее напор. Если вы внимательно посмотрите эту сцену еще раз, то наверняка заметите, что на Сибил нет никакой защиты, в то время как под робами горняков находятся специальные защитные металлические пластины. Поэтому каждый раз, нанося удар по ним, я непременно получала новую ссадину лисиняк. Особенно досталось моей правой руки. В конце дня на мои руки было страшно смотреть, однако мне было приятно. И я с гордостью носила свои шрамы. Типичным для фильмов о всякой нечисти является то, что сначала снимают диалоги героев, потом откуда-то из-за спины снимают какое-то действие, и зритель не видит лиц актеров. Но в сцене, когда Рада и Лори оказываются запертыми в маленькой вентиляционной комнате, мы поступили наоборот. Мы снимали спереди, чтобы зрители могли видеть их лица на протяжении всего фильма. Я почему-то думала, что мне придется применить свое воображение. Я и не предполагала, что этот огромный нож окажется прямо у моей шеи. Стив так точно рассчитал и показал мои действия, что лезвие оказывалось буквально в нескольких сантиметрах от меня. Мне приходилось убирать голову в определенный момент, иначе существовала угроза быть задетым лезвием. Было страшновато. Сцена в бойлерной мне показалась самой сложной, потому что мне приходилось быстро наклоняться назад каждый раз, когда выскакивал нож, иначе у меня бы просто отрезало голову. Мы повторяли снова и снова, начиная с маленькой скорости, постепенно повышая ее, пока, наконец, она не достигла нужной. Такая физическая работа была одной из самых приятных частей в работе над фильмом. Над действиями Рады нам пришлось немало потрудиться. Существенную нашу задачу осложнял ее гардероб. Мы не могли надеть на нее брюки, поэтому нам пришлось положить ее на некое подобие металлических саней. Но так как они металлические, да еще и пол неровный, то Раде пришлось многое вытерпеть, в частности, все неровности пола. Мы повторяли это снова и снова целый день, делая лишь небольшие перерывы, чтобы она могла переодеться. Мне показалось, что большинству актеров понравилось сниматься на канатах. Это позволило им попробовать себя в том, на что бы они никогда не решили звезд страховки. Посмотрите на их лица. Они явно наслаждаются тем, что они делают. Прыгают, взлетают в самой необыкновенной манере, но при этом не забывают играть. Они постоянно помнят о зрителях. Одна из моих любимых сцен, в которой я впервые встречаюсь с темной Олесой. На другом краю огромная яма в полу. И мне приходится перепрыгивать по металлическим балкам, чтобы добраться до нее. В этой сцене у нас не было возможности использовать серьезную страховку, поэтому нам не оставалось ничего, кроме как начать тренировки. Она великолепно со всем справилась. в точности повторяя движение за каскадерами. Когда мы снимали эту сцену, она перепрыгивала с одной балки на другую практически без остановки. Все хорошо, я иду к тебе. Иду. От меня требовалось только перепрыгивать с одной балки на другую, при этом сохраняя равновесие. Это было непросто. И пусть на случай неудачного прыжка была предусмотрена страховка, я чувствовала нешуточное волнение. Мне еще никогда не приходилось делать ничего подобного. Сибилл жертвует своей жизнью. Она приходит в себя, когда костер начинает сжечь ее ступни и разъедать глаза. Как можно к такому подготовиться? Я находилась наверху 35-футовой лестницы. Было страшно. Веревки больно впивались в кожу, когда меня начали опускать над костру. Искры от костра долетали до меня. Я тогда подумала, одно неосторожное движение, и я в костре. Так что мучения, страх и жара были вполне настоящими. Они пытались всегда найти возможность дать актеру самому прочувствовать то, что чувствует его персонаж, чтобы он мог сыграть как можно реалистичнее. Мы старались сделать как можно больше крупных планов. Зрителям это нравится. Это отличный фильм ужасов с режиссером, который ценит все, что бы ты ни делал в отношении этих монстров. Сайлент Хилл, существа иного мира. Мне кажется, большинство фильмов ужасов создаются по принципу «чем меньше, тем лучше». Чем меньше зрители видят монстра, тем ему страшнее. Что касается Кристофа, он отступил от этого принципа. В его фильме очень много необычных существ. Однако, я должна сказать, что они вовсе не угловатые и неуклюжие монстры, которые кажутся совершенно нелепыми. Напротив. Эти монстры были разработаны таким образом, чтобы они внушали страх и в то же время вызывали беспокойство. Они слегка прекрасны и совершенно отталкивающи. Эти монстры мои самые любимые. Они кажутся творениями рук некоего безумного создателя, ценителя прекрасного. Чудовища в Сайлент Хилл немного трогательны и в то же время жутковаты. Они словно вышли из наших кошмаров. Кристоф сразу определил свое видение этих существ. Он сказал, «Мне не нужны страшные монстры, мне нужны существа, не оставляющие равнодушным». Страшные и волнующие два совершенно разных понятия. Все же в нашем случае эти монстры не отвратительны, а именно заставляющие поволноваться. Он не хотел, чтобы зрители отворачивались в приступах паники. Нет, наши монстры должны привлекать к себе внимание. Кристоф нанял две команды. Одна во главе с Патриком занималась изготовлением кукол-монстров с различными спецэффектами. Работа второй, и меня в том числе, заключалась в создании макияжа. Отлично. Особое внимание обращалось на текстуру. Шел ли здесь разговор о мокром эффекте, слизи? Мне эти приемы знакомы на зубок. Наша работа делает фильм более зрелищным, эмоциональным. Потрясающе. Перед началом работы над проектом мы много общались с Кристофом. Я пытался понять, что это за человек, чем он живет, каковы его взгляды на жизнь и собственное творчество. После того, мне было очень просто работать с ним. Еще в самом начале Кристоф сказал, что я могу использовать в работе пластик, даже если в результате эти монстры будут выглядеть слегка ненатурально. Да, за ними всеми или почти за всеми стоят реальные люди, но с другой стороны они должны быть похожи на неких нелепых кукол. И такая постановка вопроса показалась мне непростой. Чтобы оставить некую человечность, я попытался передать страдания этих людей. Они не просто затаили зло, им пришлось многое вытерпеть. Если вы заметите в картине много визга и криков, это тоже одно из пожеланий Кристофа. А сейчас я познакомлю вас с моим любимым монстром. Больше всего мне понравился безрукий монстр. Чисто внешне он самый привлекательный. Безрукий – это костюм, внутри которого буквально заключен человек. Несмотря на легкий костюм, эта роль – одна из самых сложных. Чтобы погрузиться в этот костюм, много времени не требуется. Костюм безрукого состоял из двух частей. Прежде всего, это с инструированной Патриком, обтягивающие силиконовые штаны, которым придали цвет кожи мертвого человека. И пластиковая куртка без рукавов. Поверх натягивался громадный силиконовый колпак, который заключал Майкла, словно в тиске. Сложно дышать. Если вы страдаете клаустрофобией, вам с этим не справиться. Значит, я буду дышать через эти отверстия? Воздух поступал и выходил через маску, трубку от которой вывели из-под костюма внизу. Поэтому постоянно приходилось держать рот открытым. Патрик сконструировал костюм так, что на уровне груди в нем было небольшое отверстие, которое обеспечивало вентиляцию. А при необходимости туда помещался резервуар с подкрашенной черным пигментом воды. И когда один из помощников нажимал на кнопку, наш монстр выстреливал этой жидкостью в жертву. Три, два, один, стрелять! Готово! На площадке этот персонаж получил много прозвищ, но моей любимой был член, потому что внешне он похож на большой порвавшийся презерватив. Идея серого ребенка тоже пришла весьма неожиданно. Я не хотел разворачивать голову, то есть череп целиком. Достаточно было сместить только кожу, при этом череп оставался на месте. Кристофу эта идея тоже понравилась. Идея костюма для серого ребенка тоже принадлежит Патрику. Он создал костюм, который полностью покрывал тело Ивана. Однако он не целиковый, голова, перчатки и накладки и ноги клеились каждый день к основному костюму. На это уходило по два с половиной часа в день. Вы меня слышите? Вам надо громче говорить. Вот так? Да. Да. Каждый раз, когда на меня надевали костюм, они еще что-то подклеивали, подкрашивали. Это очень кропотливая работа, но это так прекрасно, словно боди-арт. Я не переставала удивляться их мастерству и скрупулезности. То, с какой преданностью эти люди относятся к своим персонажам, не может не поражать. Честно, думаю, я не выживу. Команда Патрика знает о том, что мне придется время от времени ходить в дамскую комнату и создали костюм с учетом легкого доступа в случае необходимости. Простите, мне нужно идти. Потрясающее впечатление получила, когда на площадке появились медсестры. Они все были очень грязными и ужасно похожими. Я оказалась перед кучей женщин совершенно одинаковых, напрочь лишенных лиц и индивидуальности. Идею костюмов для медсестер лишенных лиц мы позаимствовали из игры. Сначала создали силиконовые маски, а потом уже с помощью красок придали им разные жуткие выражения. Я работал над костюмами и шапочками. Я постарался придать им такой вид, будто они сделаны из тончайшей кожи. А так как, по моей задумке, халатики должны были плотно обтягивать тела медсестер, я просто подгонял их по каждой из 20 девушек. Снято. Ребята из отдела спецэффектов обещали нарядить меня в такой же костюм, но так, пока не сдержали обещания. Так что я жду. Все отлично. Роберто, который также координировал передвижение монстров на площадке, исполнил роль монстра-мученика, которого скрутили колючей проволокой. Его персонаж, весь покрытый застывшей кровью и грязью, ползал по полусъемочной площадке. Мы создали две заготовки для этого образа. Первая – гипсовая скульптура, точная копия Роберто. Мы использовали ее в сцене, когда героиня должна была что-то вынуть изо рта монстра. Вторая – сам Роберто. В соответствующем гриме с парой искусственных ног, пристегнутых к его поясу и притянутых к его голове искусственной колючей проволокой. Его костюм состоял из лохмотьев, которые покрывали лишь часть его тела и зеленых оптических штанов. На мне были зеленые штаны, чтобы потом в процессе монтажа и наложения эффектов могли отрезать мои собственные ноги. с какой бы стороны мы не располагали камеру, создавалось впечатление, что Роберто просто скрутили. Когда в первый съемочный день Роберто проползал по полу в грязи, весь обмотанный проволокой, я подошел к нему и сказал, что он сам этого хотел. Но Роберто превосходно справился со своей ролью. Кроме того, Роберто сыграл еще одну роль в фильме. Роль дровосека. Снято. Когда я узнал, что в фильме должен появиться такой персонаж, я решил сделать его совершенно иным, отличным от других. Снято. Мне надо было создать костюм, чтобы актер мог носить его на себе весь день. Мы работали с очень легкими материалами, которые, однако, были выкрашены таким образом, чтобы придать им более тяжелый вид. Несмотря на то, что Патрик отказался от использования моего собственного тела, костюм, который изготовили для меня, оказался на удивление легким и комфортом. Он стал моей второй кожей. Костюм дровосека состоял из нескольких частей, которые скреплялись прямо на теле Роберто. Выглядывавшие части тела актера нам пришлось гримировать, под основной костюм, включая и ноги, и ягодицы, потому что нижнего белья для этого персонажа не было предусмотрено. Процесс облачения в костюм и грим занимал два с половиной часа. Кроме того, у нас возникли некоторые проблемы с ногами, потому что они должны были быть длиннее обычных. Мы нашли замечательные ботинки с подошвой толщиной 15 дюймов. Естественно, нам пришлось накрыть их подходящими колпаками, и когда этот монстр передвигается на экране, зрителю не видно, что это такое, и все-таки неприятное ощущение чего-то сморщенного, кожистого, остается. По обеим сторонам ботинка прикрепили металлические пластины, которые позволяли зафиксировать мою лодыжку. Это было очень удобно и безопасно. Он не просто 7 футов в высоту, но к тому же и процентов на 30 больше всех остальных действующих лиц. Чаще всего этот эффект достигался углом постановки камеры. Но вот в сцене с окровавленным трупом нам пришлось прибегнуть с помощью специально созданной куклы. Я считал, что день не задался, если мне не удавалось выделить часок, чтобы вымыть руки. Роберто, Иван и Майкл вряд ли мы могли бы создать такие же выразительные персонажи без их помощи. Они не просто с энтузиазмом откликались на все наши предложения, но и никогда не жаловались на жару. Напротив, они и привносили некую свежую струю. Придя на площадку, они всегда готовы были приступить к гриму. Процесс не слишком приятный, но приходится терпеть. Работа над фильмом всем доставляла удовольствие. Дня не проходила, чтобы ты не заметил улыбающееся лицо на площадке. Вот почему я занялся этим делом. Работа с замечательными и увлеченными людьми, которые так же, как и ты, заинтересованы в успехе. Сайлент Хилл. Хореография монстров. Кристоф с самого начала наставил на том, чтобы все существа двигались особым образом. Роберто координировал движение всех персонажей фильма. И Дровосека, и Медсестер, и Серого Ребенка, и Безрукова. Он придумал и постарался воплотить свое представление о том, как должен двигаться каждый из этих персонажей. Роберто танцор и профессиональный хореограф, так что он прекрасно представляет, как надо двигаться, чтобы передать тот страх, который должны внушать монстры. Это особые существа, проклятые всем миром, и передать их страдания не словами, а языком тела могут только настоящие танцоры. Точно так же, как и представить себе полную картину и воплотить ее в жизнь, может только хореограф. Сейчас на счет 3 вы все синхронно наклоняетесь вперед. Как хореографу мне приходилось постоянно находиться на площадке. Кроме того, мне пришлось самому сыграть двух из основных персонажей. Когда зашел разговор о выборе актера на роль Безрукова, Кристоф остановился на кандидатуре Мэйкла. Уже на репетиции я попробовал заложить руки за спину и передвигаться на полусогнутых, выгнутых ногах. Когда я увидел Майкла с заложенными за спину руками, передвигающимися странными, плавными движениями, словно на ватных, бескостных ногах, я поймал себя на мысли, что он даже без костюма выглядит очень странно. Мы много чего перепробовали. Странные прыжки, перевороты, перекаты, ползания по земле, падения. Если я был скованным, как же я справлюсь перед камерой? С Сауу начала я был обеспокоен тем, чтобы костюм не помешал Майклу сыграть свою роль. Прежде всего, его руки были сложены в неподвижном состоянии на груди. Не считая очень тесного костюма, не забывайте об отсутствии у него отверстий для глаз. То есть, Майкл ничего не видел. Хотя, с другой стороны, это было только на руку и делало его движения очень странными. Надо иметь хороший слух и отлично знать окружающую обстановку, иначе можно очень сильно пораниться. Когда коснешься столба, подай немного влево и двигайся вперед. В сцене, когда в меня стреляют, мне приходилось четко считать свои шаги. Три шага вперед и вернулся на 180 градусов и сделай три небольших шажочка назад. Роберто точно координировал мои движения. Он не только говорил, что мне делать и куда двигаться, но я описывал картину, царящую в кадре, чтобы я мог представить ее мысленно и сделать все, что от меня требуется. Вперед, повернись налево, раскачивай телом с максимальной амплитудой. Отлично, двигай головой и забывай про голову. Пошел, выстрел. Отлично. Что касается серого ребенка, я был уверен, что лучше Иван с этой задачей никто не справится. Когда я поставил запись с пробами, чтобы показать крестово, он сразу же ее утвердил. Мы долго говорили с Кристофом о моем персонаже. Он хотел, чтобы мы точно понимали, что он себя представляет. Руки идут из-за спины медленной волной вперед. Во время репетиции мы много экспериментировали с тем, как может выглядеть этот персонаж, как он должен двигаться, не забывая все-таки о том, что это прежде всего ребенок. По-моему, очень реалистично. Да. Мы продумали все до мелочей, включая положение рук, ног, движение головы, движение головы. Это было похоже на работу канатохотца. Только Иван приходилось поддерживать равновесие при помощи рук. Видеть, что происходит вокруг, можно было только через ухо. Я практически ничего не видела. По отдельным отрывкам того, что мне удавалось разглядеть в эту дырочку, я пыталась составить полную картину происходящего. Но в основном приходилось полагаться на собственные ощущения или на окрики Роберто, которому приходилось кричать, потому что я не слышала, как, впрочем, и он меня. Одним словом, это был совершенно иной мир. Старайся не делать круг слишком большим. Мотор. Помогите. Снято. Честно говоря, я никогда не видела ее настоящего лица. Мы много говорили с ней, что-то обсуждали, но она всегда была в маске, и так и остается для меня женщиной-загадкой. Необычно, правда? Привет. Мне очень повезло, что на площадке оказался Роберто, и что он оказался профессиональным хореографом, потому что рядом со мной был человек, который говорил на понятном мне языке. Например, когда мне говорили «ползи», он объяснял мне, что именно от меня требуется, потому что есть много способов ползания. Одним словом, он как переводчик помогал мне быстро понять, что от меня требуется, не тратя лишнее время. Помогите! Убирайся! Снято! От медсестер я пытался добиться тех же движений, как и показанные в видеоигре. Я точно знал, чего хочу, и пытался как мог объяснить это девушкам. Кристоф тоже был на репетиции. Он тоже знал, какой результат ему нужен. Изо всех девушек выделялись трое или четверо. Это Шантал, Дона и Розалина. Дона это та медсестра, которая и всех режет. Она еще на репетиции показала свой агрессивный характер. Кристофу это понравилось, и он решил ее использовать. Мы снимали очень быстро. При этом не всегда была возможность и время отрепетировать все как следует. Поэтому, когда мы снимали ту сцену с безликими медсестрами, одна из девушек, та, что резала всех скальпелем, попала кулаком мне прямо в челюсть. Мне очень нравится эта сцена, потому что она немного странная и в ней много ярких образов. Я сам сыграл в фильме двух персонажей Дровосека и Мученика. Когда мы снимали сцены с Мучеником, мне нельзя было даже двигать головой. Единственное, чем можно было пошевелить, это мой язык. Но не так же. Вот именно. Ты уверен? Еще один мой любимый персонаж Дровосек. Он внушал некое уважение уже своими размерами, а его движения очень простые, но чрезвычайно эффектные. Просто сводили меня с ума. Я пытался в точности воспроизвести движение персонажа из видеоигры. Словно я преодолеваю земное притяжение, да? Именно. Идея в этом и состоит. Я очень старался. Но когда на меня надели костюм, огромные ботинки, особенно шлем, я понял, что задача не такая простая. 12 львов. Какой я ее себе представлял. Освободите площадку. Кроме того, сложность заключалась еще и в присутствии мяча. Разумеется, он не был настолько тяжелым, но я-то должен был сделать вид, что мне ужасно тяжело. И эта ноша влияла на мое передвижение. я видел только пол и ничего перед собой. Это затрудняло балансировку движения. Снято. Иногда мне приходилось пользоваться помощью со стороны. все женщины были без ума от него, потому что он щеголял по площадке с голыми ягодицами. И пусть спереди он был очень страшным, сзади этого эффекта не было. было очень забавно. Я снова почувствовал себя мальчишкой. Моя детская мечта осуществилась. Помимо свободы действий, я получил необыкновенное отношение к себе. Продюсер и режиссер Крис Сикаровский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова